Хороший хозяин всегда готовится не летом. За благовременно к холодному периоду года должны подготавливаться и муниципальные предприятия, ведь от их работы зависит жизнедеятельность города. Но на деле так оказывается далеко не всегда. В данный момент в Басарабяске действуют три муниципальных предприятия. Два из них – АПКанал и Аквабасарабяска – к зиме уже готовы. На очистных сооружениях был произведен капитальный ремонт насосных станций и стоит задача за оборудование, которое должно в ноябре месяце поступить на очистные сооружения и там должна быть заменена насосная станция номер один, три, четыре и пять. Все насосные станции утеплены, то, что можно было делать своими силами, делали. Техника готова к работе, несмотря на то, что техника старенькая, конечно. В общем, думаем, что переборный будет с водой. Самой серьезной проблемой, объединяющей оба предприятия, являются постоянные кражи канализационных люков. В четверг поставили люк, в пятницу уже на запасной, уже его не было. Ну, что характерно, мы сами изготавливаем эти люки бетонные делаем, там арматурка на восемь, и эти тоже забираем. Каждая крышка стоит в пределах 150 рублей изготовить, денег катастрофически не хватает. Такие проблемы сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства не знакомы, у них другие заботы. Коммунальщикам ежедневно приходится думать о том, как в условиях строгой экономии содержать город в чистоте и в случае снегопадов и гололеда обезопасить дороги и тротуары. Сами знаете, какое у нас положение, средств у нас нет, у нас есть только, кто нам должен. Техника тоже старая, находится в плачевном состоянии, хотя она в настоящий момент на ходу. Также нам нужны деньги на противогололедные материалы в зиму, у нас материала на сегодняшний день нет. Мы уповаем на выделение средств в вышестоящей организации. В основном мы готовы на 50% к зиме. Как отметил примар Басарабяцкий Николай Николаев, проблема возникла из-за того, что в прошлом году железную дорогу освободили от уплаты подоходного налога. Мы писали в Министерство финансово, чтобы нам компенсировали, потому что в бюджете на прибыль дохода от налога заложено, а во сколько мы не получили. В результате мы вышли на тот бюджет, который приводит к концу года. Сегодня городская администрация должна МПЖКХ порядка 300 тысяч лей. Но, как заверил Николай Николаев, этот долг будет погашен за счет средств, поступающих от продажи земельных участков.